Дорогие друзья, всем привет! Я адвокат Александр Тугалуков и вы смотрите мою очередную видеоконсультацию. Что будет, если вы на выборах президента Украины сфотографируете свой избирательный бюллетень в кабинке для голосования? Есть ли за это какая-то ответственность? Один из подписчиков нашего канала, да-да, друзья, у нас уже есть подписчики, прислал запрос на видеоконсультацию, где он спрашивает, есть ли какая-то ответственность за то, если сфотографировать свой избирательный бюллетень во время выборов президента Украины. Я не знаю, для чего ответ на этот вопрос, но вопрос задан, и я как адвокат попытаюсь на него ответить. Итак, друзья, в Украине процесс выборов регламентируется специальным законом. Есть такой закон, который называется «Закон о выборах президента Украины». И этот закон регулирует все правоотношения, связанные с выборами. Согласно статье 76, части 4 этого закона, где сказано, что во время голосования в избирательной кабинке запрещено присутствие третьих лиц и также запрещено осуществление аудио-видео фиксации. На первый взгляд все понятно. Снимать и записывать свой бюллетень запрещено. Но вопрос стоял о том, что за это будет, какая за это ответственность предусмотрена согласно закону. Поэтому первое, что я сделал, это посмотрел, проанализировал Уголовный кодекс и кодекс об админ правонарушениях. Итак, согласно Уголовного кодекса, ответственности за фотографирование своего избирательного бюллетеня не предусмотрено. Равно так же, как и кодексам про административное правонарушение, также нет такой ответственности. Также в реестре судебных решений отсутствуют подобные решения о привлечении какой-либо ответственности за видео- или аудиофиксацию своего избирательного бюллетеня. Что касается запретов в законе, то я считаю, что эта норма касается третьих лиц, которым запрещено фиксировать то, как другие голосуют. И исключительно только лишь для цели неразглашения тайны голосования. Это подтверждается и названием самой статьи 76 закона о выборах президента Украины, которая звучит следующим образом. Организация и порядок голосования. То есть это общее требование к организации голосования, а никак не специальная запретительная норма конкретно для избирателя. Если бы этот запрет был специально для избирателя, то наверняка была бы какая-то дополнительная норма, требование в законе о том, что на выборы запрещено приходить с телефонами, с аудио-видео аппаратурой. Но поскольку этого нету, проголосовали и сфотографировали, либо сняли видео, то это действие не наказуемое. За это в действующем законодательстве ответственности не предусмотрено. Ответственность есть за подкуп избирателей, за передачу бюллетеня, за голосование более одного раза и за нарушение тайны голосования. Друзья, я не прошу подписываться на канал, это дело каждого, но настоятельно рекомендую иметь телефон адвоката. Записывайте прямо сейчас. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...